Салам алейкум, граждане номер 9. Новости, интересные факты, мои увлечения. Интересно? Гоу! Итак, первый фэшн-скандал в учреждении, где по законодательству одежда не играет главную роль. Но, как оказалось, немаловажную. Так что, если вы не планировали, но завтра с утра окажетесь в Дюгурку-Кенеше, то не удивляйтесь. А лучше всегда держите рубашку и галстук под рукой. Не, ну а так, конечно, у нас же в стране больше проблем нету же. Первый месяц 2019 года. Новость про митинги против китайцев. Конечно, мне, как гражданину, хотелось бы, чтобы мы результатами аргументировали. Ну, например, дали бы китайцам в долг, построили бы китайцам дороги и заводы. Потом простили бы долги, которые дали ранее китайцам. Ну, а пока только митинги. Такие вот мы пока граждане. Информационное агентство 24КГ сообщает, что депутаты недовольны штрафами, которые сами утвердили. Напомню, этот депутат сам голосовал за этот законопроект. Вы заметили, да, как этот депутат даже не удивляется правонарушению? Ну, как бы это нормально. Итак, футбол. Наша страна просто кайфанула от участия на Кубке Азии. И это, представляете, только одна восьмая финала. Представляете, что будет, если это будет финал? Если у кого-либо из граждан когда-нибудь возникнет плохой национальный вопрос, пожалуйста, покажите ему фотографию нашей сборной. Безопасный город, сколько о нем было сложено слов. Походу будет еще больше, потому что, ну, не успевают. Другое дело, если бы Вега была бы не проигрывателем, а выигрывателем. Итак, 12 февраля, уважаемые автовладельцы, пешеходы, участники дорожного движения, безопасный город заработает. И я надеюсь, действительно станет безопасным на дорогах. Первый этап проекта, как вы знаете, должен быть запущен 12 февраля. Это будет 10 перекрестков и 17 рубежей за городом. Так что где-то в середине, конец февраля первые нарушители уже получат письма. Тем временем, система образования в Кыргызстане 2019 года. Ученикам задают задание перерисовать клавиатуру компьютера в тетрадь. Я дарю тебе этот волшебный карандаш. Используй его силу с умом. Недавно был опубликован рейтинг восприятия коррупции. Кыргызстан, к сожалению, не смог улучшить свои позиции. Сразу перейдем к следующей новости. Раима Матраимова могут восстановить в должности в таможенной службе. Абдулла, таможня дает добро. Как сообщает информационное агентство, доверие к власти падает. Не то, чтобы я доверяю над Статкому так, чтобы как она есть. А что еще, руководителя на Статкома не уволили что ли? В очередной раз поднимаются в обществе вопросы по смене правительства. Какой-то 20-й раз. Мое личное убеждение как гражданина пусть доработают. Пусть доработают и депутаты. Пусть мы с вами, граждане, доживем до 2020 года. И как избиратели в следующий раз будем умнее. Но это пока не точно. Всего хорошего. До новых встреч. Это был гражданин номер 9. Нурлан Анарбаев. Берегите меня. Берегите себя. Берегите страну. Берегите нашу землю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok